Добрый день, друзья! С вами инструктор школы для собак Дредд Юлия, американский питбультер Райли, и сегодня мы хотели бы рассказать вам о жестах. Что такое жесты, как учить, каких ошибок не допускать, и разобрать все целое, зачем они нужны, как их применять и как готовить. Итак, ребят, с чего мы начинали? Изначально мы выучили с собакой голосовые команды, команду сидеть, лежать, стоять. Когда собака делает по голосу, без подсказок, мы начинали по этапу нас Райли учить команды жесты. Очень важный момент, такие небольшие секретики. Лакомство должно быть в той руке, в которой вы показываете жесты. Собачка будет следить за рукой. Очень важный момент, подкреплять той рукой, которой вы показываете жесты. То есть у нас это происходит таким образом. Я беру лакомство, зажимаю, Райли видит. Да, ты видишь, молодец. И говорю голосовую команду одновременно с жестом. Лежать. Да, и отдаю кусочек. Отлично, ты молодец. Потом то же самое, беру лакомство. Сидеть. Да, хорошо, отличная собака. И так очень много раз. Лежать. Да, молодец. Я поясняю собаке с помощью голоса, подключая жесты. Поясняю, что команда сидеть или команда лежать. Да, хорошо, молодец. Он ее выполняет изначально по голосу, но уже запоминает и жесты. Когда собака выучила, стой. Отлично, хорошо. Сидеть. Да, браво, молодец. Лежать. Супер. Сидеть. Отлично, хорошо, молодец. Когда собачка выучила, у нее получается, пробуем убирать голос, оставлять только жест. Таким вот образом. Да. И подкрепляем. Расстояние сначала у нас должно быть минимально. Мы стоим перед собачкой. Да, отлично, хорошо, молодец. Да, браво. Хвалим, всегда хвалим, всегда даем кусочек. И собачка у нас молодец. Если вы видите, что не получается у собачки, не запомнил еще жесты, то возвращайте голос. Вот, к примеру, таким образом. Показали жест? Лежать. Да, хорошо. Сидеть. Отлично. Лежать. Молодец, мой сладкий. Да, вот так вот. Если получается жест, хвалим, подкрепляем. Да, ты умничка. Сразу не спешите увеличивать расстояние. Почему? Потому что собачка не сделает. Расстояние нужно увеличивать поэтапно. Сейчас мы вам покажем. Когда у вас жесты получаются на небольшом расстоянии, делаем шажочек назад и прорабатываем все то же самое. Да, молодец. Да, отлично. Ты супер собака. Молодец. Подходить не надо. Подошел, кусочек не получишь. Давай еще раз. Давай, 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 давай. Да, ты мой молодец. Ты молодец. Отлично. Хорошо. Супер пес. Здорово. Ралли сейчас подошел. Это ошибка, которую я не подкрепила. Как учить, чтобы собачка оставалась на месте? У нас есть несколько способов и вариантов. К примеру, это тумба. Да, молодец. Хорошо. Отлично. Супер собака. Тумба не даст собачке подходить ко мне. То есть я смогу отдаляться, а собачка остается там же. Если новая поверхность у нас, то мы начинаем тоже жест с голоса. Давай, сиди. Здорово. Отлично. Ты молодец. Лежать. Да, хорошо. Умничка. Стой. Да, собачка понимает то, что она здесь работает, сидит. Хорошо. Можно делать несколько шагов. Давай, давай, давай. Молодец. Умница. Супер. Давай, докладывайся. Давай, давай, докладывайся. Ты молодец. Отлично. Нет тумбы. У нас может быть лавочка. Рейли. Давай на лавочку. Молодец. Давай, разворачивайся. Хорошо. Лавочку мы можем использовать точно так же. Молодец. Ты молодец. Поэтапно отдаляемся от собаки. Шажочек за шажочком. Давай, еще раз покажем. Рейли, сюда. Не-не-не, сюда. Давай, лежите. На таком расстоянии. Видите, что получается у собачки? Делаем шаг назад. Получается? Отлично. Делаем еще шаг назад. Но не забывайте, когда вы делаете, показываете собаке жест, и собака жест выполнила, вы подходите и подкрепляете. Отлично. Хорошо. Молодец. Сейчас мы вам покажем. Ду. Отлично. Молодец. Хорошо. Супер, пес. Давай, камни. Ду. Молодец. Давай, рядом. Хорошо. Очень долго жесты учить не стоит, потому что собачка быстро надоедает, и собачка перестает их делать. Да, Рейли? Давай, рядом. Ой, мой, молодец. Хорошо. Рядом. Отлично. Супер, собака. Да. Молодец. Можно использовать абсолютно разные предметы. Здесь у нас тренажер для agility, и мы его сможем использовать для того, чтобы обучить собачку не подходить к нам и выполнять жесты и голосовые команды на расстоянии. Рейли, камни. Ты молодец. Хорошо. Давай обойдем. Иди сюда. Да. Сидеть. Палочка – это препрепятствие, которое будет ему мешать, и он не будет подходить. Молодец. Супер. Отлично. Здорово. Молодец. Думай. Рейли. Да. Вот, видите, палочка ему мешает, поэтому он работает с задними конечностями и не подходит ко мне. Отлично. Ты молодец. Здорово. Ты умничка. Каждый раз хватит мы подкрепляем. Супер. Ты мой молодец. Да, отлично. Хорошо. Кулей. Умничка. Один из способов, которые мы с Рейли использовали для того, чтобы пояснить ему, что ты остаешься на месте, выполняешь команды, не подходишь ко мне, это был тач. Это небольшая возвышенность тач. Рейли знает эту команду. Рейли, тач. Хорошо. И здесь на тачике мы прорабатываем с ним комплекс. Рейли. Да. Не спеши. Хорошо. Да, мой молодец. Да, здорово. Иди ко мне. Ты умничка. То есть способов на самом деле, чтобы пояснить собаке, что ты остаешься на месте, может быть много. И я бы порекомендовала вам менять и использовать разные варианты, разные локации, потому что одно и то же надоедает собаке. Мы с Рейли использовали разные варианты. Мы выходили в парки, занимались с ним и на каком-то большом камне, занимались с ним на лавочках, на тачике, на каком-то бревне. Мы везде прорабатывали с ним комплекс и голосовой, и жестами. И это очень сильно помогает. И, честно скажу, это собаке нравится. Если на одном и том же месте, к примеру, на такой тумбе все время отрабатывать, собаке очень быстро надоест. Не в случае Рейли, конечно, ему здесь нравится. Очень здорово, мы учили нас здесь в зале и зеркала. С помощью зеркал я вижу, что делает собака и выполняет ли она команду. С чего нужно начинать? Давай, Ралюша. Сначала я стою недалеко, я вижу его в зеркало. И я то же самое, отдаю ему жест вместе с голосовой командой. Лежать. И подкрепляю. Умничек. Сидеть. Здорово, ты молодец. Лежать. Отлично, хорошо. Сидеть. Да, мой молодец. Когда вы видите, что у вашей собачки получается, пробуйте убирать голос и показывать только жест. Да, молодец. Отлично. И хвалим, и подкрепляем. Ты умничка. Все правильно, не забывайте хвалить собачку. Да, ты молодец. Давай еще раз. Да, ты молодец. Есть еще один способ, как пояснить собачке, чтобы она не подходила к вам, а работала на месте. Это привязь. Давай покажем Райли. Правда, мы, честно скажу, с Райли мы этот метод не использовали, он его не знает, но на нем я вам покажу, как это работает. То есть у нас собачка привязанная, и сама привязанная, и сама привязь, поводок мешает ему приближаться к нам. Мы можем от собачки отдаляться, а собачка к нам приближаться не может. Да. Давай. Райли. Ты молодец. Давай покажем чуть-чуть, и я сниму. Ну, давай, докладывайся. Молодец, хорошо. Да, давай снимем. Давай, давай, давай. Для него этот метод незнаком, я его не использовала. Мы работали с ним на тумбочке, на лавочках, на возвышенность. Тач очень любимый для него упражнение. Этот метод не использовали. По собаке, скорее всего, вы заметите, что он немножко растерялся, он не понял, что сейчас происходит. Для него это было новое, не совсем понятно. Для чего нужны жесты? Многие спрашивают, ой, зачем? Жесты нужны для развития собаки, для дисциплины. Собаке интересно, собаке весело прорабатывать жесты. Лично я, как инструктор, использую жесты, когда в зале находятся несколько моих воспитанников, и я не могу отдавать голосовые команды, потому что их будут делать несколько собак одновременно. Поэтому с собакой, с которой работаю я, я работаю исключительно на жестах. Ну, еще жесты использовала раз, когда у меня очень сильно болело горло, я практически не могла разговаривать. Да, также жесты, честно скажу, дети мои очень любят использовать жесты, когда приходят друзья к ним, они обязательно показывают на собаке, как собака умеет слушаться и работают жестами. В целом, к быту они не особо эффективны, но как развитие собаки они необходимы. Сразу хотела бы разобрать ошибки, которые могут быть при обучении собаке жестами. Не слишком долго подсказывайте собаке голосовыми командами. Несколько раз подсказали, потом пробуйте жест. Не получается? Давай, давай, подкрепили? Да, хорошо, ты молодец. Очень сильно хвалите. И не разрешайте собачке подходить к вам. Если собака будет подходить и вы будете этот момент подкреплять, собачка обучится сразу же, что на жестах она имеет право подходить к вам. И ошибки по поводу подкрепления. Если вы показываете жест одной рукой, а будете подкреплять другой рукой собачкой, то собачка перестанет следить за той рукой, которой вы отдаете жест. Она будет следить только за той рукой, которая ее подкрепляет. Вот это очень важный момент. Всегда, когда вы обучаете собаку жестом, возьмите еду в ладонь и показывайте жест с едой. И этой же ручкой и подкрепляйте собачку. Райли, ты у меня молодец. Иди сюда. Друзья, на этом все. Напишите, пожалуйста, в комментариях, интересно ли вам было, будете ли вы обучать свою собачку жестом, где будете использовать, как применять и в целом полезна ли была для вас информация. С вами была инструктор школы для собак Юля, американский питбультерьер Райли. Всего доброго.